Добрый вечер, уважаемые коллеги! Простите. И в первую очередь, конечно, я хотел бы рассказать о раке предстоятельной железы. Здесь пойдет речь о нескольких основных нозологиях – рак предстоятельной железы, рак почки и рак мочевого пузыря, и также те нозологии, которые встречаются значительно реже – рак яичка и рак полового члена. В 2020 году впервые было выявлено более 38 тысяч случаев рака предстоятельной железы. Конечно, это значительно меньше, чем в 2019 году, но не будем забывать о том, что все-таки у нас была пандемия, мы прекратили определенному возрастному контингенту диспансеризацию, поэтому все-таки я считаю, что снижение случаев заболеваемости связано именно с этим. Стандартная заболеваемость составила 36,3 на 100 тысяч населения, прирост заболеваемости за 10 лет – 32%. Средний годовой темп прирост – 2,72%. И тем не менее, несмотря на то, что было выявлено случаев рака меньше, рак предстоятельной железы занимает одно из первых мест среди прироста заболеваемости. По стадиям. Хорошо, что первая-вторая стадия, то есть локализованный процесс, занимает почти 61% из всех пациентов. Этой группе пациентов можно выполнять радикальное хирургическое или лучевое лечение, и пациенты могут на долгие годы забывать о своей болезни. Но в третьей стадии встречается 18%, а в четвертой стадии, к сожалению, почти 21% населения. Почти 270 тысяч больных раком простата находятся на онкологическом учете, из них 46%, наблюдается 5 лет и более. К сожалению, смертность все-таки остается достаточно высока. Стандартная смертность составила 12,09 тысяч населения, абсолютное число умерших – 13,205 человек. Но данные мы берем еще за 2019 год, они пока еще за 2020 не готовы. Прирост стандартной смертности за 10 лет составил 6,33%, среднегодовой темп прироста – 0,61%. Летальность на первом году составляет 7,31%, может быть, конечно, не так много, но, тем не менее, это все-таки значительная цифра. Если посмотреть по федеральным округам, то видно, что по заболеваемости лидирует Уральский федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ и Центральный федеральный округ. К сожалению, республики Северного Кавказа, в частности, весь Северо-Кавказский федеральный округ, находятся в конце. Это требует, скажем так, особого внимания к этому региону. Необходимо там усиливать все диспансеризационные моменты и выявлять рак предстоятельной железы. Если посмотреть это все на диаграмме, то увидите, что отмечается увеличение заболеваемости, но исключение составляет 2020 год, и также потихонечку растет смертность. Рак почки. Здесь тоже есть некоторое снижение заболеваемости, не будем говорить уже причины, почему все это произошло. 21 362 случая почечного клеточного рака за 2020 год. Стандартизационная смертность заболеваемости составила 8,8 на 100 тысяч населения, прирост за 10 лет – 10%. Средний годовый темп прирост – 0,95%. Опять же, распределяя по стадиям, хорошо, что к локализованному процессу, то есть первая и вторая стадия, относятся почти 64% пациентов. В третьей стадии заболевания – 14, но опять же, четвертая стадия заболевания составляет почти 20%. Каждый пятый пациент уже мы получаем с метастазами. 192,5 тысячи больных находятся на онкологическом учете. Из них почти 60% наблюдаются 5 лет и более. Очень хорошие показатели, на мой взгляд, даже просто великолепные. Но смертность, к сожалению, тоже присутствует. И 3,08 на 100 тысяч населения – это стандартизованная смертность. Абсолютное количество умерших пациентов составило 85,5 тысяч человек. Отмечается снижение стандартизованной смертности за 10 лет на 18% и средний годовый темп снижения составляет 2%. Заболеваемость по федеральным округам представлена на слайде. Опять же, здесь в лидерах Сибирский федеральный округ, Уральский и Северо-Западный. Я считаю, что это все хорошая диагностика и оснащение и поликлиник, и диспансеров, и всех лечебных заведений, и ультразвуковой аппаратуры, и внедрение компьютерных томографов – это все нам позволяет выявлять заболевания на много и на ранних стадиях. Северо-Кавказский федеральный округ опять, скажем так, в конце. Ну, опять, я же повторяться уже не буду. Динамика заболеваемости и смертности также видна на диаграммах. Вы видите, что есть небольшая тенденция к снижению смертности, но, тем не менее, это хорошо. Пациенты выживают, и это не может не радовать. Но по заболеваемости есть некоторое снижение. Опять, это именно 2020 год, год пандемии. Что касается рака мочевого пузыря, это третья по значимости нозология в онкоурологии. И за 2020 год впервые было выявлено почти 15,5 тысяч случаев рака мочевого пузыря. Стандартизованная заболеваемость составила 5,6 на 100 тысяч населения. Прирост стандартизованной заболеваемости за 10 лет составил 7,6%, средний годовой – 0,7%. По стадиям. Здесь, конечно, я сделаю небольшую сноску, потому что лечение первой стадии и всех остальных стадий, оно немножечко различается. Первая стадия – это относится к немышечно-инвазивному раку мочевого пузыря. И здесь, в общем-то, относительно щадящие органы, сохраняющие лечение. В этой стадии выявлено 54% пациентов. Все остальные стадии, и вторая, третья, четвертая, здесь уже речь идет чаще всего о радикальном лечении. И здесь, в второй стадии, 23% пациентов, в третьей – 12% и с метастазами пациенты почти 10%. Хорошо, что почти 13 тысяч пациентов находятся на онкологическом учете. Из них 55, почти 56%, наблюдается 5 лет и более. Но я думаю, что все это связано больше именно с частым выявлением первой стадии заболевания, потому что в более глубоких стадиях, конечно, рак протекает значительно сложнее и тяжелее. Смертность, к сожалению, тоже достаточно высока. Абсолютное количество умерших – немногим более 6 тысяч человек. Стандартизованная смертность составила почти 2 на 100 тысяч населения. Отмечается снижение стандартизованной смертности за 10 лет на 16%. И среднее годовое снижение – 1,78%. Но, что характерно, летальность на первом году по итогам 2019 года составляет 14,27%. И среднее годовое снижение – 4,58%. Опять же, рассмотрим федеральные округа. Здесь, как уже повелось, и сибирский федеральный округ, и северо-западный федеральный округ, они находятся в лидерах. Также к ним приближается Павловский федеральный округ. Но на Северном Кавказе, к сожалению, все равно тенденция та же сохраняется, что при раке простаты, при раке почки и раке мочевого пузыря. Если смотреть по областям, то видно, что в еврейской автономной области самая лучшая выявляемость. Также отмечено хорошее выявление в городе Севастополь и в республике Мордовия. Ну вот некоторые республики, автономная округа, они находятся, к сожалению, в аутсайдерах. Это Ненецкий автономный округ, Чукотский и Республика Тыва. Динамика заболеваемости и смертности также видна на слайде. Вы видите, что есть снижение смертности на протяжении 10 лет, а вот заболеваемость растет, и есть только некоторые снижения именно только в 2020 году. Но, опять же, характерные причины. Рак яичка – это реже встречаемая нозология, чем три предыдущие нозологии, но, тем не менее, требует она все равно определенного внимания. Чаще всего это молодые люди, и должны мы очень внимательно к этому относиться. Впервые было выявлено за 2020 год 1382 случаи, конечно, учитывая общее количество населения Российской Федерации, это капля в море. Но эти же самые 1300-1400 человек, мужчин, они должны получать определенное лечение. Стандартационная заболеваемость составила 1,74 тысяч населения. Средний годовой темп прироста по итогам 10 лет сглаженный составил 7,47 для стандартационного показателя и 0,72 для числа пациентов. Если брать по федеральным округам, видите, что, опять же, Уральский и Сибирский федеральные округа здесь в лидерах, но здесь прибавился Дальневосточный федеральный округ. А вот Северо-Кавказский округ, он опять в Руссайдерах, но здесь, конечно же, данная нозология – это вообще, я думаю, что табу, поэтому не будем уж о них так строго судить, хотя, конечно, требуется более четкая работа в этом плане. По областям город Севастополь, Хабаровский край, Тульская область в лидерах, и вы видите, что, опять же, Республика Тывань, Невский и Чукотский автономный округа – нулевое количество. Возможно, это слишком малая выборка среди пациентов, возможно, и там действительно нет опухоли, но что маловероятно. Динамика заболеваемости, вы видите, что она, к сожалению, в 2020 году опять немножечко просела, а так она находится примерно на одном уровне на протяжении 10 лет. Рак полового члена – это еще более редко встречаемая нозология. Вы видите, что всего 637 случаев рака полового члена на всю страну. Стандартная заболеваемость составила 0,613 тысяч населения, средний годовой темп прироста. По итогам 19 лет мы не стали брать выборку 10 лет, потому что она была бы очень мала. По итогам 19 лет составил 1,89% для стандартного показателя, или 27 в год для числа случаев. Заболеваемость по федеральным округам вы видите на слайде. Здесь в лидерах северо-западный федеральный округ, Приволжский и опять сибирский федеральный округа. И опять же республики Северного Кавказа на самом нижнем уровне. Ну, опять же, наверное, все-таки есть категория мужчин, не только категория мужчин, а, наверное, национальные особенности, которые не позволяют мужчинам выявлять это заболевание. По областям Чукотка, Северная Осетия и Калининградская область, здесь они в лидерах, Ингушетия, Республика Алтай, Республика Чечня, к сожалению, выявления не было. Но, смотрите, из Северокавказских республик, в Республике Северная Осетия, мы, тем не менее, видим определенную заболеваемость. Поэтому, скажем так, хорошо хвала пациентам, которые обращаются, и не боятся, обращаются с такими заболеваниями. Здесь на диаграмме видно, это заболеваемость, которая прогрессивно растет. Конечно, 640 человек на всю страну это немного, но, тем не менее, это тоже определенная когорта пациентов. И только в 2020 году отмечается некоторое проседание по заболеваемости. На этом бы я хотел завершить свое выступление. Спасибо большое за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!